Выслугу им ставят ноль. То есть 8 лет воевали, многие имеют по 3-4 ранения. Господа из Министерства обороны, но спрашивать вас, охренели ли вы там, я не буду. Состояние нашей армии дойдет до уровня разложения, а признаки разложения уже налицо. Это не только конфликт Пригожина с Шойгу. Даже тактические успехи могут быть оплачены. Такой кровью, такими потерями, что игра не стоит свеч. Если наступление большое будет, я тоже, к сожалению, не жду от него ничего, кроме огромных потерь при минимальных результатах. Ясно, что за эти две недели ВСУ наступление не начнет, поскольку оно еще не получит технику и вооружение, которые ожидают от Германии, США и других стран НАТО. Немцы обещают дать обученные экипажи вместе с танками через месяц. Абрамса и Брэдли прибывают массированно в Европу, тоже пройдут обучение, там, скажем так, они будут готовы вместе с экипажами, части будут сколочены, скорее всего, не раньше конца апреля. Я думаю, что раньше. Если они массово вольют наемников. Но ведь мало того, обучение экипажа надо еще создать, сформировать подразделения. Дело информации, что они максимально кадровый состав, опытный состав убирают в тыл, снимая с передового имена, с точки зрения подготовки ударных частей на апреле. Возможно. Но раньше конца апреля мы операции не ждем, потому что до середины апреля там распутится. Кстати, и она может на весь апрель, то есть это зависит чисто от погодных условий. Но конец апреля, начало мая... Здесь еще фактор худшей проходимости западной техники. Тоже очень существует. Да, почему они, собственно говоря, будут ждать, ясно, твердого, более-менее высыхания почвы, чтобы западная техника могла свободно оперировать по степям Украины. Где не каждая, как известно, подводная лодка развернется. Здесь вопрос в том, что будут делать наши. Узкие тактические операции, типа штурма Ублидара, обусловлены тем, что командование не уверено, что сможет сохранить управляемость войск, допустим, вошедших в прорыв на значительную глубину вдалеке от штабов и управлений, стационарных. Правильно. Систему связи и управления нужно пересматривать полностью. Но пересматривать не пересматривать. Мы в данном случае говорим про наступление. То есть, таким образом, вы думаете, это является причиной вот таких местных атак? Я считаю, что планы были гораздо глубже. Но планы разбились в реальности. И в первую очередь, звоночком таким очень серьезным был Ублидар. Хорошо. То есть, вы полагаете, что наступление, о котором так долго говорили все, и сегодня Константинов, спикер так называемого крымского парламента, допустим, об Одессе вспомнил о том, что ее тоже нужно освобождать. Что это все пропало в Туницу, не будет никакого... Дело в том, что с тем, что мы имеем сейчас, глубокий прорыв может закончиться просто катастрофой. Я с этим согласен. Но так будет он или нет, ваше мнение? Вот просто ваше мнение. Ну, войска сосредоточены. Попытки будут. Войска сосредоточены. Вот в московских, скажем так, околовластных кругах, недавно одному моему знакомому с энтузиазмом в глазах рассказывали о том, что у нас ударные кулаки там, у нас ударные кулаки здесь. Хорошо, ударные кулаки. Вопрос, когда все это дело начиналось, только продвижение, вот в Запорожской области, там пошли вперед. Пошли вперед так, что вроде хорошо пошли вперед. Хорошо пошли вперед. А эшелона развития нет. Никто не ожидал, что получится так. Это вопрос, это что за планирование такое? Здесь, кстати, вопрос, это напрямую завязан, это наличие артиллерийских боеприпасов. Мне кажется, что вот, ну, так на выпуклой военно-морской, что называется, определенные запасы есть, запасы готовились под наступление, и их все равно где-то попытаются реализовать, просто даже для того, чтобы показать хоть какой-то успех на уровне Верховного Главнокомандующего. Только ради этого. Ни на что больше сейчас, в том состоянии, в котором находятся наши вооруженные силы, они не способны. Без проведения серьезнейшей военной реформы, без проведения... Без кадровой серьезнейшей... В первую очередь кадровой, военно-технические вопросы нужно рассматривать, вопросы оперативного характера нужно рассматривать, с точки зрения ведения современной войны. И я подчеркну, когда мы начинаем что-то подтягивать на уровень УКРов, с той стороны, там не УКР, там западный военно-технический уровень, технологический уровень, и у них уже карты готовы вбрасывать на повышение ставок, на повышение уровня военно-технического противостояния. Берем, например, фактор появления истребителей противника. Когда идет довод на тему того, что они будут долго учиться и стремительно разгоняются. Во-первых, мне это очень сильно напоминает определенные разговоры марта месяца, в том числе у меня в переписке с лицами с Фрунзенской высокопоставленными, когда нам сказали, что они будут месяц только изучать и готовиться. Вопрос здесь заключается буквально нескольких дней или даже часов, или даже их просто, что называется, подержаться позовут, а все сделают уже подготовленные люди. Вот в этой ситуации. То есть истребители могут появиться намного раньше, чем у нас мриться по этому поводу. Согласен с вами, Максим Александрович, на предмет того, что если наступление большое будет, я тоже, к сожалению, не жду от него ничего, кроме огромных потерь при минимальных результатах. И более того, тоже полагаю его чрезвычайно рискованным, поскольку если на него будет истрачен весь вот накопленный запас боеприпасов, который удастся или восполнить, или не удастся за март-апрель, если на него будут истрачены людские резервы, которые имеются, и созданы из отдел боеготовой техники, то противник получит от такого наступления только одни сплошные плюсы, поскольку ему будет намного легче наносить свой удар в мае текущего года. То состояние, в котором находятся наши войска, не позволяет рассчитывать на стратегические успехи, дает очень слабую надежду на успехи оперативные, и говорит о том, что даже тактические успехи могут быть оплачены такой кровью и такими потерями, что игра не стоит свечи. Хотя, с другой стороны, наш генеральный штаб так руководил специальные военные операции, от них можно ждать всего чего угодно, в том числе начало наступления, как с первым днем распутиться, они могут. Вот я в них верю. Шойгу, Герасимов могут. Нет, но на самом деле, вот наступление в распутницу, оно возможно. При соответствующем обеспечении, при соответствующем действии, именно для такого наступления, как известно, самая успешная операция, осуществленная, на мой взгляд, самая успешная операция, осуществленная вооруженными силами СССР во время Великой Отечественной войск, это операция Багратилон. Когда вся группа армийцентра была просто уничтожена. И это уничтожение осуществлялось в лесисто-балотистой местности, в том числе в Полесе. И наступающие, когда немцы ждали ударом на Западной Украине, вместо этого в лесисто-балотистой местности им было нанесено, летом причем, полное поражение. Ну, этому предшествовала весна 44-го года, тяжелые бои на Украине, которые в том числе заставили немцы все наличные танковые, ну, практически все серьезные танковые соединения стянуть на Украину. И причем эти боевые действия велись как раз в условиях активной распутницы. Да, но я хочу сказать о том, что эта операция готовилась не месяц, не два, не три, ее подготовка шла очень задолго. И в один прекрасный момент, когда силы и средства оказались достаточными, когда было достигнуто колоссальное преимущество и в личном составе, и в технике, и вылочка уже соответствующая у войск была, и командовала Рокоссовский. Я скажу ключевой, она готовилась с ставкой? Она готовилась с ставкой, но все было сделано для того, чтобы... Она прошла успешно, и она прошла успешно, стремительно, и фактически ускорила конец войны, возможно, на год-полтора ее успешное проведение. Немцы никогда уже больше не смогли восстановить ту армию, которая у них была на Восточном фронте после этого сражения. Нуждать такой же выручки и такой же подготовки от нашего генерального штаба, к сожалению, не приходится от слова совсем. Максим Александрович, о чем мы говорим? Дело в том, что за год в боевых действиях не проведены все практически необходимые мероприятия, логичные, необходимые, предусмотренные, которые должны были проводиться при проведении большой войны. Мобилизация элек – это только маленькая, крохотная часть необходимых мер, которые необходимы для того, чтобы эту войну выиграть. Кремлевские власти сделают ставку на выход на договорничок и, сделав эту ставку, не делают ничего, что позволило бы избежать нам тяжелых поражений, если этого договорничка не будет. Если помните, весной прошлого года, в марте уже, я заговорил о необходимости мобилизовать 300 тысяч солдат, чтобы к концу 22-го года иметь шанс закончить войну победой. Ни в марте, ни в апреле, ни в мае, ни даже в течение всего лета мобилизация этих 300 тысяч человек не была проведена. А когда она началась, в октябре месяце, ее уже было катастрофически мало. И те 300 тысяч солдат, которые реально встали в строю и встали в резерв, их теперь уже недостаточно для того, чтобы одержать победу, причем недостаточно в критической степени. Для этого надо было осенью мобилизовать не 300 тысяч, а 600 тысяч человек. Сейчас для того, чтобы одержать победу, нужно еще 600 тысяч человек, полмиллиона мобилизовать, поставить в строй. По мере того, кстати, вопрос о способности нашего Минобороны, конечно, их вооружить и обеспечить, это отдельный вопрос. Это вопрос о мобилизации промышленности, о мобилизации экономики, для производства вооружения, боеприпасов, снаряжения, обмундирования и всего необходимости. То же самое обрезание всем, кому угодно, финансирование, это одна из причин, что денежный мешок далеко не бесконечный. И на фоне этого у нас в Министерстве обороны продолжается пирожка жирных котиков. Я цифры озвучивал, когда у нас по тематике Посейдон статус 6 финансирование превосходит все финансирование по бронетанковой тематике, и это продолжается до сих пор? Мы говорим о том, что не об отдельных примерах гедонизма нашего Министерства обороны, мы говорим об общей ситуации. На самом деле сейчас Российская Федерация будет решать вопрос о том, чтобы не проиграть войну. А не проиграть ее можно только ее выиграв, договорничка не будет. Договорничок, даже договорничок возможен только в одном случае. Если российские войска смогут поставить ВСУ на грань полного разгрома. Вот тогда дорогие западные партнеры с удовольствием ухватятся за подставленный нос кремлевского руководства и снова его поводят какое-то время для восстановления боеспособности ВСУ. Не более того. Но даже для этого необходимо разгромить украинскую армию. Сделать это сейчас, к сожалению, российские вооруженные силы не способны. Надо открыто и честно взглянуть проблеме в глаза и сказать это, и признать это. Не обязательно об этом говорить по телевизору, не обязательно демотивировать население. Но начальникам всех уровней, ВИПам нашим, кремлевским, минобароновским, ФСБшным, нацгвардейским и так далее и тому подобное, надо признать проблему. Хотя бы для себя. Потому что если они ее не признают, если продолжат тянуть кота за хвост, то мы уже через некоторое время будет поздно что-то мобилизовывать вообще. Состояние нашей армии дойдет до уровня разложения, а признаки разложения уже налицо. Это не только конфликт Пригожина с Шойгу. Это не только ролики и снятие с фронта Тывинского запасного батальона. А сколько таких роликов записали мобики из российских областей? Не буду озвучивать некоторые вещи, которые мне известны. Массовый отток пятисотых весной или летом прошлого года теперь имеет свое продолжение уже в виде пятисотых из числа мобиков. И количество их растет. А у нас даже нет военного положения, позволяющего нормально, по законам военного времени, наказать за дезертирство, за военные мятежи, за бунты. Напоминаю, что когда один мобик с оружием сбежал в тыл, это дезертирство. А когда в тыл уходит рота или батальон, это мятеж. У нас нет ничего, ни правового режима до сих пор, специальной военной операции, ни мобилизации, тыл не организован, главнокомандующий молчит. Придется опять собираться в этой студии и говорить о том, что вероятнее всего Россия повторит, Российская Федерация повторит судьбу Российской империи, в Первой мировой войне, со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, что ситуация будет следующая. Это весна будет крайне тяжелая. И, собственно говоря, я сейчас свою задачу вижу по определенным действиям, те, с кем я общаюсь, они тоже это вполне понимают. Что максимально подготовиться так, сделать все, что зависит, для того, чтобы удержаться по максимуму. То есть успеть определенные вопросы решить, обеспечить войскам и прочее, 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 на тему того, чтобы избежать военной катастрофы, избирать серьезных поражений. Максим Александрович, вы же понимаете, что потушить пожар, поднося воду стаканами невозможно. Я понимаю. Без общегосударственных мер. Я понимаю прекрасно, но вопрос заключается в следующем. Розовые пони наверху продолжаются. Реально. То есть они не закончились. Розовые очки дали, они не сняты. И причина ключевая, почему Украинь не бьют по Москве, аналогами Герания, это как раз заключается в том, чтобы не мешать дальше в верхах в стране розовых пони пребывать. Но протрезвление определенное, хотя бы частично, оно наступит. После весеннего наступления, как это состоялось после осеннего наступления. Но, к сожалению, мы должны предупреждать и даже тех, кто нас слушает, и тех, кто нас упорно не слушает, о последствиях их действий. Потому что то, что нами принимается за кретинизм, непрофессионализм и разгильдяйство, вполне может маскировать банальное вредительство. А по результатам, в общем-то, разницы особой нет. Что касается раненых, я столкнулся с рядом обращений, оставшиеся без конечностей, получившие тяжелейшие ранения с 2014 по 2022 год, бывшие военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик, не являвшиеся таковыми на начало специальной военной операции, узнав, наконец, что Донецкая и Луганская республика присоединены к Российской Федерации, озаботились возможностью получения военных пенсий и оформлением соответствующих документов по полученным тяжелым ранениям, инвалидности и так далее. Потому что общая инвалидность, которую оформляют гражданские органы, и военная инвалидность, они оплачиваются, в общем-то, сильно по-разному. И инвалидность, полученная в боях при защите Донецкой и Луганской республик, вошедшей в состав Российской Федерации, она как бы по всем параметрам должна ничем не отличаться от инвалидности российских военнослужащих, получивших инвалидность во время СВО. Но Министерство обороны Российской Федерации так не считает. Ну, совсем не считает. Выяснилось, что в перечне документов, на основании которых Министерство обороны готово выдавать необходимые документы для оформления военной инвалидности, защита Донецкой и Луганской народных республик с 2014 по 2022 год не входит. И военнослужащим бывших народных милиций Донецкой и Луганской Министерство обороны отказывается оформлять необходимые для этого документы для военной инвалидности. Вот мне интересно, у меня есть как бы заочный знакомый, генерал-лейтенант СБУ, Служба безопасности Украины, проживающий на территории Крыма, которому после воссоединения Крыма с Российской Федерацией Федеральная служба безопасности оформила пенсию как генерал-лейтенанту ФСБ с выдачей соответствующего пенсионного удостоверения, где он значится генерал-лейтенантом Федеральной службы безопасности. Насколько мне известно, все украинские военнослужащие и военные пенсионеры, даже те, кто никогда не служил в СССР, а служил только в так называемой Украине, стали в Крыму пенсионерами Министерства обороны. Автоматически. Это касается и ФСБ, и СБУ, вернее, и ВСУ, и ВФУ, и так далее, и тому подобное. Все они соответствующим образом получают выплаты, как будто бы они служили России. Правильно это или неправильно, здесь в данном случае судить не буду. Но получается, что люди, потерявшие здоровье, получившие тяжелейшие увечья, в частности, мне написал чек, у которого нет обоих ног выше колен, и он получил эти увечья в боях при защите Донецкой Народной Республики. Они, получается, не заслуживают военных пенсий, их ранения таковыми не признаются, им предлагается мыкаться по собесам и оформлять обычную гражданскую пенсию. Замечательно. Просто чудесно. А второй вопрос, который также обращен к Министерству обороны, и связан он с еще действующими военнослужащими, которые переведены из народных милиций ДНР и ОНР в состав Российских Вооруженных Сил. И многие из которых воюют тоже с 14-го года, многие из 15-го, кто-то с 16-го, с 17-го, с 18-го. Про перевод в тех званиях, в которых они были в составе ДНР и ОНР, вообще речи не идет. Хотя, запомню, украинские военнослужащие в Крыму переводились равными званиями в Российские Вооруженные Силы. Донецк и Луганск отдыхают в этом отношении. И может быть и правильно. Там фальшивых званий, полученных за красивые глаза и за улыбок, достаточно много. Однако, люди, которые защищали фактически Россию, а на данный момент это точно Россия, с 14-го года, или неважно, позже, многие годы, то есть от 8 лет и чуть менее, записываются в Российские Вооруженные Силы и начинают службу с нуля. Выслугу им ставят ноль. То есть 8 лет воевали, многие имеют по 3-4 ранения, многие имеют какие-то боевые награды, и все это оказывается для Министерства обороны Российской Федерации пустой звук. Причем даже выслуга, полученная во время СВО, то есть с 24-го февраля 2022 года, она тоже не учитывается Министерством обороны Российской Федерации, как выслуга в Российских Вооруженных Силах. Между прочим, пребывание на фронте, как известно, учитывается один месяц за три. И если люди отслужили непрерывно на фронте 8 лет, то это получается 24 года льготной выслуги. И это очень сильно, между прочим, отражается на окладе военнослужащих, которые воевали. А теперь они фактически приравнены. И вот с чистого листа начинайте служить заново. Даже, подчеркиваю, за год этой войны им все равно в зачет не идет. Господа из Министерства обороны, но спрашивать вас, охренели ли вы там, я не буду. Вы охренели очень давно. Во главе с вашим министром и всеми его заместителями. Что сейчас людям, которые сражаются на фронте и сражались до этого, просто плюют в лицо кадровики вооруженных сил Российской Федерации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...